Следят за волжскими метаморфозами в Ульяновском центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. Для этого в акватории Куйбышевского водохранилища работает сразу три поста. Расположены станции в районе речного порта, в Сингилее и Старой Майне. Наблюдения специалистов доказывают, прибывающие в безводье пляжа Левобережья – не просто обман зрения жителей. Беспристрастная аппаратура фиксирует обмеление. Началось оно еще в конце августа, а уже в сентябре уровень воды в реке упал на 83 сантиметра. На сегодняшний день у нас уровень составляет 50,1 метра Балтийской системы. Это на 138 сантиметров ниже уровня прошлого года. Опасной отметкой считается 46 метров Балтийской системы, когда отмечается в течение 10 дней. Но вот за весь ряд наблюдений с образованием Куйбышевского водохранилища один раз был отмечен в 80-м году 45,5 метра Балтийской, ниже опасной отметки. А так, нередки случаи, когда ниже 50. Столкнулись с подобным и другие регионы по Волжье. И если в Ульяновской области ситуация пока вызывает лишь тревогу жителей и недовольство рыбаков, во многих соседних областях рекордно низкие отметки уровня воды стали причиной чрезвычайных происшествий. Вблизи Казани, например, на мель успели сесть несколько паромов. Изменение уровня акватории Волги – проблема комплексная. Главная причина – без Волжья Куйбышевского водохранилища. График сброса воды и ее дефицит в других регионах. Восполнить ресурс водохранилищ не получилось из-за сухой осени. Систему работы множество плотин регулирует специальная комиссия. В приоритете – обеспечить штатное функционирование гидроэлектростанций. Всего их на реке 12. Напрямую повлиять на процесс водосброса региональные власти не могут. Уровень воды и водохранилищ регулируется федеральными структурами. Представители Минприрода Ульяновской области регулярно принимают участие в заседаниях межведовственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, на которых отставим позицию недопущения резкого снижения воды в кубис водохранилища. Как сообщают специалисты, в этом году отмечается минимальный приток воды за 20 лет, поэтому снижение уровня так заметно. Какие опасности таит в себе такое резкое падение уровня реки? Кроме проблем с судоходством, под угрозу попадает флора и фауна водоема. Будут ли проблемы с водой? В водоканале ответственно заявляют – дефицита воды ульяновцы на себе не ощутят. На работу водозаборных сооружений обмельчание реки не повлияет до определенной отметки. В 2015 году у нас был введен в эксплуатацию новый водозаборный оголовок в машинном зале номер 2. И он намного глубже, поэтому отметка может быть снижена хоть до 48 метров. Вода у жителей пробережной части города Ульяновска будет стабильно и в нормативном качестве. Функционировать в текущем режиме водохранилища Волжско-Камского каскада продолжат до 10 ноября, согласно графику, утвержденному на заседании рабочей группы. Предполагается, что уровень воды продолжит снижаться. Однако проблема многих регионов по Волжье уже вышла на уровень федерального обсуждения. 26 октября вопрос обмеления Волги подняли на заседании Государственной Думы. Депутаты призывают к ответу руководство электростанции и Федеральное агентство водных ресурсов. Антон Кузьмин, Алексей Юферев, Константин Никитин, Сергей Рябухин. Репортер 73.